Друзья, всем огромный привет! Сегодня решили приготовить очередное вкусное блюдо на участке. На дворе уже такая средняя, можно сказать, глубокая осень. Местами заморозки, травка местами еще зеленая. И сегодня на природе, на участке мы приготовим вкуснейшие бургеры Асабука. Это не обычные бургеры, как все привыкли есть, с говяжьей котлетой или со свиной, неважно. Это будут приготовлены бургеры со стейками Асабука. Это телятина на косточке. Как все будет готовиться, сейчас покажем. У нас 4 вот таких стейка. Также нам потребуется розмарин, сыр, листья салата, пару помидорок, пару чесночин. Сейчас мы все это почистим. Фритированный лук у нас есть. Фритированный лук, так он называется. Можно использовать, естественно, обычный соус. По желанию добавим оливковое масло, соль, перец и булочки для бургера. Пергамент, фольга – это как сопутствующие ингредиенты, скажем так. Первое, что мы сделаем, это разожгем. Мы уже поставили стартер с углями. Возьмем головы и разожгем угли. Снизу положили газетку. Сейчас она немножко пропитается. И пока будут разгораться угли, а они будут разгораться в течение, может быть, 20-30 минут, за это время мы уже подготовим ингредиенты. Ну и также вам все покажем. Поджигаем. Вот и все. Ничего даже не пыхнуло. Все. Все горит, жар идет. Готовить будем в голландской печи. Кто не знает, но это не в том плане, что печь. Просто вот такая сковорода называется голландская печь. Она ставится или на огонь, или на угли. И также можно положить угли сверху. В видео сейчас все покажем, вы все увидите. Все, угли пускай разгораются. За это время подготовим мясо, стейки, асабука. Всех с наступающим Новым Годом! Сейчас хочу порекомендовать канал Банный Корреспондент. Автор канала Андрей знает о банях, о саунах практически все. Даже если у вас нету бани, вы собираетесь в будущем только ее построить. Либо просто любите париться, ходите в баню. Обязательно подпишитесь на его канал. Потому что он рассказывает, как правильно париться, не навредя своему здоровью. Какую печь выбрать для той или иной бани. Как построить бюджетную баню. Кстати, у него у самого довольно-таки бюджетная баня. Поэтому все интересующие вопросы по баням, задавайте Андрею. Ссылочку на канал Банный Корреспондент оставим внизу в описании. Передавайте привет от имха видео. В общем, человек знает о банях все. Задавайте любые вопросы. Со всеми общается, всем отвечает на вопросы. Вот такой канал рекомендую. Ссылочка внизу в описании. Друзья, прошло около получаса. Угли все разгорелись. И теперь выкладываем их в стартер. Часть углей мы выложим вот здесь. А часть оставим на потом. Потом все увидите. Значит, берем нашу сковородку, голландскую печь. Печь именуем и ставим на угли. Пускай нагревается. Пока нагревается голландская печь, мы подготовим стейки. Для этого у нас оливковое масло, которое для жарки. Бывает масло салатное, а бывает именно на котором можно жарить. Рафинированное оливковое масло, которое не горит. Смазываем оливковым маслом. Добавляем сверху соль, перец. 1,8 жмение соли. И немножко для вкуса перца. Кто любит поострее, можно побольше. Свежемолотый перец. С другой стороны делаем то же самое. Переворачиваем мясо. И то же самое. Масло, соль и перец. Сковородка, судя по всему, уже нагрелась. Пошел дымок. И теперь подготовленные стейки выкладываем на сковородку. Да, уже зашкварчало, все хорошо. Обжаривать будем примерно по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Это не будет еще полная готовность данных стейков, так как стейки особука подходят для тушения. Просто задаем красивую румяную корочку, такую уверенную. По 2, может быть, по 2,5, максимум по 3 минуты на сковороде обжариваем с двух сторон. Забыли щипцы, давайте посмотрим. Прошло буквально 1,5-2 минуты. Ну, 2, вот так вот. Хотя можно было еще немножко. Уже корочка образуется. Посмотрим другие куски. Да, нормально. Переворачиваем мясо. Грусотень. Ждем так же 2-3 минуты. Стейки зарумянились с двух сторон. Вот, можно посмотреть, до какой... Ну, тут кому как нравится, до какой степени. Ну, вот такая румяная, поджаристая корочка. Вытаскиваем их. Пока что снимем сковородку. Она же голландская печь. Не снимусь. Я перчатку одену, сниму. Далее разворачиваем фольгу. На нее кладем пергамент. Пергамента можно поменьше. Берем поочередно каждый стейк. Укладываем сначала на пергамент. Потом берем почищенный чеснок. Ну, примерно разделим. Не знаю, я почистил одну головку. По 2-3 зубчика выйдет у нас на каждый стейк. Раздавливаем немножко чеснок. Укладываем сверху на стейк. И также для аромата укладываем веточку розмарина. Теперь заворачиваем в пергамент. Делаем такой конвертик. И заворачиваем в фольгу примерно в 2-3 слоя. Главное не перепутать, где вверх. Ну, то есть, чтобы чеснок и розмарин находились всегда сверху. Упаковываем в фольгу. Достаточно. И закрываем. И с каждым стейком делаем то же самое. Делаем вот такие конвертики. Поехали дальше. Подготовили все стейки. Разгребли немножко угли. Оставляем, ну, относительно немного углей под самой голландской печью. Ее, кстати, я протер бумажным плотенцем. Удалил лишнее масло, чтобы оно просто там не горело. И теперь укладываем сюда все конверты. Свободно, наверное, ее так сделал. Сейчас все вместим. Вот так. Укладываем все стейки. Накрываем крышкой. И вот чем отличается от обычной сковороды. Опять скажу, чуть-чуть поспешили. Забыли щипцы. Ну, сейчас какими-то палочками или каким-то совочком вот сюда сверху еще укладываем угли, чтобы у нас жар шел и сверху, и снизу. Угли долгоиграющие. Я думаю, часа на полтора даже минимум их еще хватит в мангале. Готовиться будет около час минимум, может полтора. Сколько уйдет время, потом точно скажем и покажем результат. Вот так положили угли. Ну, палочками не суть. Не суть важно. Если углей, увижу, что не будет хватать углей, углей можно будет добавить также в стартере. Три-четыре длинные вот эти разжечь. Либо вниз подложить куда-то под края, либо сверху. В общем, ждем минимум час. Через час уже по запаху, ну, либо ножиком, так к нему будет понятно, какое там мясо. Час это минимум. Лучше полтора. Я думаю, что ничего у нас в фольге, в пергаменте и на углях не должно сгореть. Друзья, прошел час. Пошел запах уже приготовленного мяса. Давайте заглянем, посмотрим, что внутри. Даже, наверное, час десять, час пять прошло, если быть совсем точно. Сейчас снимем крышку. И посмотрим, что у нас там получилось внутри. Если вдруг не готово или мясо не будет разваливаться до нужной нам консистенции, скажем так, мы поставим еще и доготовим. Снимем крышку. Ну, что-то там шкварчит. Берем сейчас на землю. И потом просто один сверток развернем, самый большой, и посмотрим, что там происходит. Вот, слышно. И теперь один конвертик, давайте самый большой. Если готов большой, те, которые поменьше и подавно готовы. Немножко остынет, пускай. Развернем и посмотрим, что там. Вот, один кусок достали. Немножко-немножко он сверху подостыл, можно развернуть. И сейчас глянем, что там внутри. Здесь надрежем. Так-то по виду все нормально, вон, пергамент. Все четко. Самое главное, степень готовности мяса. Определите, какой оно на вид. Я думаю, что все хорошо должно быть. Нет, все четко, абсолютно. Ничего не горит. Еще подержим. Я бы хотел, чтобы мясо совсем разваливалось, ну, и от кости отделилось. Сейчас оно еще вот пристает в кости. Предлагаю завернуть, и еще минут на 20 на угли все то же самое. Просто побоялись, что будет гореть. Ну, как видим, ничего здесь не сгорело. Сумасшедший аромат от чеснока. От розмарина. В общем, заворачиваем. Еще 20-30 минут будет на 100% готово. Друзья, все, прошло еще полчаса. Мясо, думаю, что полностью готово. Сейчас развернем, обязательно все покажем. С помощью горелки, либо можно на гриле, на сковороде, подрумяниваем булки. Вообще, изначально это делается, как я думаю, не только для вкуса, а для того, чтобы в первую очередь соус не пропитал булку, и булка не размокла. Ну, не размокла, да, не размякла. Поэтому подрумяниваем булки. И сейчас откроем мясо. Посмотрим, какое оно, и начнем формировать уже бургеры. Ну, и вот, разворачиваем, смотрим. Это тот, который я разворачивал, вот, надорванная фольга. Пергамент немножко потемнел, но не критично. Сверху просто выглядит все обалденно. Сейчас все развернем и переложим на поднос. Друзья, развернули стейки, посмотреть, насколько они ужарились. И вот хочу показать, вот снизу косточка прям пригорела. У других кусков, ну, в принципе, то же самое. Соответственно, снизу у нас был очень сильный жар. Наверное, если будете готовить, не кладите так много углей. У нас снизу был очень сильный жар. Но ничего страшного, мы сейчас, где немножко подгорело края, мы их просто уберем в сторону. Остальное мясо сейчас мелко порежем и будем собирать бургеры. Друзья, вот такое количество мяса всего лишь получилось. Скажу честно, результат не совсем, ну, я и в самом начале сказал, что делаю первый раз. Результат не совсем тот, который хотелось бы добиться. То есть дома в духовке приготовить это гораздо проще. У нас был очень сильный жар, особенно снизу. Сверху мясо нигде не пригорело. А именно низ, ну, только из-за жара, больше не из-за чего. Либо минимальный жар, либо, может быть, кто готовит в такой же голландской печи, ну, скажем, в будущем я бы вниз вообще не клал угли. Вокруг положил бы угли и сверху добавил бы на крышку, чтобы просто мясо томилось при небольшой температуре долгое время. Ну вот, что получили, то получили. Порезали мясо. Теперь добавляем сюда барбекю соус. Можно добавить любой барбекю соус, кетчуп, все что угодно. Что вам нравятся, любые соусы, сделаем по красоте. Перемешиваем вот это перчаткой. Чтобы отдельно не лить соус, сделаем это прямо так. Мясо уже будет в соусе целиком. Далее на подрумянинные булочки кладем листик, ну, если маленький, можно вот так два, пару листиков салата. Большой один. Так же, Большой один. Я думаю, сейчас как раз Костян у нас здесь. Три бургера у нас получатся нормальных. Сверху на лист салата выкладываю мясо. Похоже чем-то на рваную свинину, наверное. Хотя это не свинина, ну, на рваную говядину, скажем так. Мы просто ее не готовили, готовили рваную свинину когда-то. Ну, кстати, с мясом можно, с любым свининой тоже можно сделать такие бургеры. Положили мясо на три бургера. Дальше фритированный лук. Кстати, очень вкусная штука. Даже можно просто есть. Я давно когда-то пробовал, но сейчас попробовал и не ожидал, что это так вкусно. Рекомендую добавлять. Можно вместо обычного лука, можно вместе с обычным. Такое сочетание прикольное. Так-с. Далее укладываем по помидорке. Можно по две, ну, по две, наверное, рассыпаться будет. По одному кружочку помидорки. И так как бургеров получилось у нас меньше, чем задумано, зато мы добавим это двойным сыром. Сыр чеддер. Рекомендую всем для бургеров. Отлично плавится и имеет очень вкусный... Он очень вкусный и имеет хороший приятный цвет, который хорошо подходит для бургеров. Также берем горелку и подплавляем сыр. Сыр у нас подплавился. Верхние булки, я не знаю, кому нравятся, я верхние редко когда румяню. Просто берем вот так вот, опачки, накрываем крышечки и получаем три, надеюсь, вкуснейших бургера. Втыкаем шпажки, делаем фотографию, улыбочку и начинаем дегустировать. Ну и самое время дегустации. Поехали. Пока до мяса не дошел. Сок капает, значит все нормально. Нормальный бургер, друзья, получился необычный по сравнению с котлетой. Ну вообще другой вкус, здесь просто ешь мясо. Так что кому понравилось видео, рекомендую приготовить, но учесть ошибки, которые, ну о которых я уже в принципе сказал по видео. Все ссылочки внизу в описании на наш телеграм-канал. Ну и все остальные ссылки, все под видео. Всем пока и приятного аппетита.